Кстати, насчет цензуры хочешь, я тебе расскажу историю, которая меня просто потрясла. Насчет «Заводной апельсин» ты помнишь? Да, конечно. Знаменитейший фильм 70-х годов Стэнли Кубрика с Мальковым Магдаллом, который у меня снимался в «Царе убийцы» в 90-м году. Я приехал в Лондон, это было года лет 7-8 назад, по каким-то делам. Весь Лондон увешан плакатами «Заводной апельсин». Все, «Заводной апельсин» выходит на экран. Я помню картины 70-х годов, знаменитый, я подумал, что происходит. Я позвонил Магдаллу, он оказался в Лондоне. Он говорит, а ты знаешь, я приехал на премьеру. Я говорю, а что у вас происходит? Какая премьера? А может, ты себе представить, что в Англии она была запрещена все эти годы? «Заводной апельсин» не был в прокате Англии по причине того, что его посчитали к фильмам с слишком большим количеством соносилия. И он был запрещен. И вот только спустя 30 лет, значит, в 2000-е годы, я не помню, 2005 или 2006 был год, и разрешили его к прокату, и она выходила вот широким тиражом, и Магдалла приехала на премьеру. Вот к вопросу о… Удивительная история. Да, 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 да. Вот понимаешь, это, как говорится, это… Но там это было через суд сделано. Там это через суд. То есть там какая-то организация вышла в суд, обвинила картину в том, что в ней много насилия, и суд принял решение, что да, она таковая, ее надо оградить от… И запретили ее. Потом вот пересмотрели спустя 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Стэнли, кстати, мне уверен, что мы поднимем лид-лок в 10 минут, и в 10 минут мы сделаем этот шот. 10 минут для Стэнли Хьюбрик? Я не думаю. Прекратите, прекратите, я умоляю вас! Объясню, чем меня привлекает Карен Шахназаров. Я сейчас говорю не про режиссера, не про участника политических шоу из категории «Я вас не перебивал», а исключительно как о собеседнике. Шахназаров использует достаточно категоричные формировки, без оглядки на цех, потому что, ну что грехотаете, очень многие у нас режиссеры, вообще деятели киноискусства, да и не только киноискусства, предпочитают обтекаемые формулы, боятся поссориться с кем-то, не называют имен зачастую, хотя когда озвучивается тот или иной факт, та или иная позиция, люди из среды однозначно вычисляют о ком речь, а зритель остается в неведении, поэтому это всегда меня раздражает. Вот Шахназаров этим не грешит. Этим он напоминает, ну мне опять же в контексте не профессионального, не режиссерского, а мы говорим сейчас о собеседнике по телевизионных беседах, напоминает мне Никита Свет Сергеевич Михалкова. Тоже хорош бывает. Не всегда, то есть он хорош всегда, но вот в этом контексте, в смысле категоричности, не всегда, но блистает. Вот Шахназаров это подарок всегда для меня, для интервьюера. Ну, Никита Сергеевич Михалкова даже говорить не буду, это по определению так. Так что, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok